Наступило время, друзья, когда не надо никаких войн, а через экономику можно разорить любое государство. Такая у нас несовершенная система взаимодействия между государствами и цивилизацией наша, как несовершенная, естественно, сама себя толкает вниз, чтобы разориться, чтобы самоуничтожиться, ведь несовершенное творение, оно должно знать свое место и самоуничтожаться. Так в природе построен закон, закон превосходства. Биржа Стамбула приостановила работу в пятницу на фоне обвала лиры. После того, как индекс БИСТ-100 биржи Стамбула снизился на 200 пунктов, всего за один час турецкая фондовая биржа приостановила работу перед закрытием торгов. А в заявлении биржи говорится, что все транзакции временно приостановлены. Решение было принято на фоне обвала национальной турецкой валюты. Все эти дружбы с Биллом Гейтсом, они до хорошего не доводят страну, как вы видите, да, страну разоряют. А ведь Билл Гейтс самый главный герой нашего мира, нашего времени последних нескольких лет, двух лет, надо сказать, трех лет. Он скупает страну, так может быть ему выгодно разорение, но и опускание лиры совершенно в невообразимую корзину, пубель. Вероятно так, друзья. Мы не знаем, что там думает Билл Гейтс и как это сказывается его дружба с Турцией, но я думаю, что здесь связь такая, знаете, крепкая и взаимосвязанная. Связь между скупкой Биллом Гейтсом и его самых близких богатых друзей и обвалом валюты связь прямая. Ну, это на мой взгляд, взгляд Тани Карацубы, Сиитбургхан. Мнение такое у меня. Итак, с начала года курс лиры снижался почти вдвое относительно доллара и в течение ноября на 26% снизился. Лира падает на фоне позиции президента Раджепа Таипа Эрдогана, который настаивает на снижении ключевой ставки. 16 декабря Центробанк Турции снова снизил ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов до 14%. После этого решения курс лиры обновил свой исторический минимум, упав до 15,6 лиры за доллар. Вуаля! Это вообще, это не нормально. Друзья, кто имеет доллары, поехать сегодня в Турцию. Это же сказка. Можно все скупать. Но это для обывателя. А для тех, кто на высоте и кто покупает земли, вот тут-то скупка идет. Семимильными шагами, друзья. Эти события, конечно, никого не оставили, скажем, безучастными. Газета «Коммерсант» дала такую статью. По ком звенит турецкая лира? Курс турецкой лиры снизился и начал слабеть. Жестко слабеть. К доллару США с начала года он снизился почти вдвое. Основной причиной сохраняющегося давления на валюту остается позиция президента Реджи Патаипа Эрдогана. Я только думаю, друзья, человек болен. И как мы можем сегодня говорить о его позиции, я не знаю. Я не знаю, какова его позиция, потому что когда происходят такие обвалы, экономические обвалы, которые тут же повлияют на всю страну, президент, ну это на мой взгляд, и так должно быть, должен выступить перед нацией и что-то объяснить своей нации, чтобы люди не впадали в панику. Реджи Патаипа Эрдоган не выступил. А понятно ведь, друзья, если он болен, что он должен говорить своим людям? Он остается болен. Вероятно, это так. Но как на самом деле, друзья, мы пока этого не знаем. При сохранении такого курса ослабление лиры и ускорение инфляции неизбежно. В крайнем случае, правительство может прибегнуть к капитальным ограничениям, так говорят эксперты. Так турецкая лира продолжает падать, друзья, к чему придем в понедельник, пока неизвестно, но на сегодняшний день цена за доллар составила 15,6. Это, друзья, очень тяжелый показатель для турецкой лиры. ЦБ Турции на неделе дважды проводили интервенции валютные, но резервы страны уже низки и по международным стандартам, и возможности регулятора по удержанию курса ограничены. Большинство центробанков крупных развивающихся стран последовательно ужесточают монетарную политику. Этому способствует в первую очередь повышение инфляции внутри стран. Но на рынках капитала сказывается и сворачивание мер количественного смягчения ФРС США. В Турции тем временем инфляция в ноябре увеличилась до 21,3% максимум за три года. Для сравнения, в России инфляция в ноябре выросла на 8,1%. Что касается сравнения, друзья, мы действительно не знаем, что было и как сравнивать с российским центробанком, потому что какие-то вот у нас данные, если там они могут говорить открыто о своих данных в других странах, не берут даже Турцию, вообще просто обычные страны, то в России никогда не узнаешь правды. И почему мы не можем узнать правды, это непонятно. непонятно, потому что, знаете, вот это сокрытие, это в большей мере скрывается от своего гражданина, от своих граждан, не от каких-то там на Западе. Ведь владельцы, то есть акционеры, Роснефти, Газпрома и других крупных предприятий, которые находятся на территории России, они уже не наши, друзья. Нет, нет, вы не думайте, они вообще уже не наши. Я не знаю там, кто наш. Там весь совет директоров, весь он иностранный, включая и Мюллера, того же самого, который тоже неизвестно, чей гражданин. Фамилия-то какая? Мюллер, да? Вы вспомните? Вспомните, где был Мюллер? Даже в кинофильмах у нас это показывают. Поэтому, друзья, Мюллер, Мюллер, оно пишется одинаково, произносится по-русски разно, да. Но пишется-то с одной и той же буковкой. Напишите по-немецки и увидите, что даже здесь в произношении идет обман, чтобы вы ничего не подумали эдакого. А надо бы думать, друзья. Мы вот обращаем внимание на турецкую леру. И я еще раз хочу привлечь ваше внимание к тому, что турецкая лера начала крепко и быстро обваливаться на фоне того, на фоне, собственно говоря, дружбы президента Эрдогана Таипа с Биллом Гейтсом. Ну что же, дружба, она того, вероятно, стоит. Может быть, конечно, Эрдоган не думал о том, что с ним станет, с его страной, с его курсом валютным и с экономикой. Он не думал в то время, когда Билл Гейтс удостоил его чести быть его другом и привел в страну 200 самых крупных финансовых акул. И вот эти самые крупные финансовые акулы и начали, и начали ронять леру вниз, опускать. Вот где выгода. Вот в чем выгода. Ну, выгода, конечно, для тех самых 200 акул. Ведь кому-то шмотки закупать, тапочки, кофточки, рубашки. Бежать и закупать. Кому-то, может быть, домики. А когда ты гектарами скупаешь земли Турции, здесь тебе нужен такой крупный обвал. Вуаля! Они получили свой обвал. И, ну, в общем, я думаю, догадывается ли об этом сам президент Турции или не догадывается. Или сказывается его болезнь. И сильные волки, придя в страну, рвут на части овец, рвут на части и больного Эрдогана. О том, что президент Эрдоган болен и что творится за кулисами нечто невероятное, то он... А почему болен, друзья? Вот в его-то таком возрасте, почему же он болен? Возраст-то у него еще не старый, друзья. Он абсолютно не стар. И он только что был вроде бы здоров до прошлого года, да, или два года назад. Говорили о том, что он умер. И вполне. Он не появлялся нигде там какое-то очень долгое количество времени. А президент по своему статусу он не может оставлять свою страну надолго. Он должен появляться своим жителям. Он должен объявляться, да. Он не имеет права болеть. Если он болеет, то страна об этом должна знать. Если он поправился, опять-таки, страна должна знать. Здесь президент – это публичная личность, которая, даже если болеет, люди в стране должны все знать. Они все понимают. Они, естественно, не будут в панике, если они узнают, что президент болен. Но когда президент болен и говорят, что нехорошо говорить о его болезни, это настораживающий фактор. Знаете, я здесь в одном кинофильме встретила выражение. Ну, какие-то такие криминальные драмы. И там, говорится, во время фильма повторяется четыре или пять раз, что вшили уран в кресло, и человек заболел раком через неделю или две. Еще раз повторяю. Вшили уран в кресло. Речь идет о больших людях, не о маленьких. И все. И человек становится болен. Видите ли, как жизнь человеческая, она не ценится. Ценятся только достижения, постулаты, пьедесталы и финансовые накопления. Если это выгодно за счет достижений, постулатов и каких-то слов, действий, то да, тебя будут держать. Как только ты начинаешь не оправдывать, а у Эрджепа Эрдогана это было, знаете, да, это после его революции 2016 года. И поэтому мы здесь не знаем, кто кого победил. Или Гюлен Эрдогана, или Эрдоган Гюлена. Такая странная война между ними происходит, произошла. Мы до сих пор не знаем, жив ли Гюлен в Америке. Это все скрывается. Теперь мы не знаем, а в каком состоянии Эрдоган. Нам говорят, что он как раз давит на Центробанк Турции, чтобы снизить учетную ставку вновь, и чтобы разогнать инфляцию. Но можно ли верить этому, друзья? Я вот тоже задумываюсь, а можно ли верить в такие разговоры о президенте Турции, если непонятно действительно, в каком состоянии человек. Опять-таки я повторяю, что человек жив был, здоров, и очень даже бодренько выглядел. Но раз, и все. И вот здесь мне вспомнились те самые слова из фильма о буране вшитом в кресло. Ничего не хочу сказать, но как-то меня уж это очень сильно покоробило. Как-то совпадения такие большие. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok